Когда я жил в Иране, каждое утро перед уроками мы говорили «Смерть Израилю!» И была очень странная ненависть к Израилю, ненависть к еврейскому народу, которая поселилась в моем сердце. И прибегнут к Господу многие народы в тот день и будут моим народом. Я пошел на военную службу, и меня отправили на дополнительную подготовку как командира. Я стал наркозависимым. Я прекратил всю религиозную активность. Когда я закончил военную службу, после этого я нашел очень хорошую работу, занимался бизнесом и получал хорошие деньги. Я уехал из Ирана просто в поисках лучшей жизни. Началось мое незаконное путешествие. Я полетел в Турцию, в Стамбул, а из Турции в Боснию. Это был очень рискованный и опасный путь. Когда я прибыл в Англию, я подал заявление о предоставлении убежища. У меня не было веских причин для этого. Я уехал из Ирана просто ради лучшей жизни. Я решил солгать правительству. В бланке заявления я сказал им, что я гонимый христианин, и что моя жизнь была в опасности. Я отправил этот документ в иммиграционную службу в Лондоне. Я сказал себе, «Дарьюш, если правительство спросит тебя о христианстве, что ты им скажешь?» Я решил пойти в церковь, просто чтобы получить информацию о христианстве. Я ходил в церковь, я услышал все фундаментальные вещи в христианстве. о Мессии, о покаянии, о кресте. Он воскрес через три дня, и он жив, он может менять жизнь. Мой мозг был наполнен информацией, но мое сердце все еще было во тьме. Я получил письмо от правительства, приглашение на собеседование. Я взял телефон и позвонил своему пастору. Я иду на собеседование. «Можете ли вы пойти со мной и помочь мне в том, что говорить, а что не говорить правительству?» Когда он пришел, он сказал мне, «Дарьюш, ты не христианин. Это все ложь. Иешуа просит тебя стоять в истине, и истина сделает тебя свободным». Я очень разозлился. Я сказал, «Нет, я не могу. Они депортируют меня назад в Иран». Я вошел в свою комнату, закрыл дверь и упал на колени. Я плакал и кричал. Я сказал, «Если есть хоть какой-то Бог, покажи мне себя. Я больше так не могу». Когда я сказал это, в тот же момент, в тот самый момент он явил себя. В тот момент он пришел. В тот момент он исцелил меня полностью от наркотиков. В тот момент я отдал свою жизнь ему. Он коснулся моего сердца, и он дал мне силу. Это была сила, которая действовала внутри моего сердца, потому что я пробовал несколько раз до этого отказаться от наркотиков, но не мог. Но в тот момент я попросил Ешуа начать новую жизнь, и он сделал это. И он сказал мне, «Дарьюш, я люблю тебя таким, какой ты есть, со всеми твоими грязными вещами, потому что я умер на кресте за тебя». Я пошел на интервью в Лондоне, и чиновник сказал мне, «У нас есть всего пара вопросов». Я ответил ему, «Мне так стыдно из-за этой заявки. Я не был христианином в Иране. Моя жизнь не была в опасности. Я приехал в эту страну просто ради лучшей жизни. Но два дня назад я отдал свое сердце Иисусу. «Если вы хотите отправить меня в Иран или куда-либо еще, я готов к этому». Он посмотрел на меня и сказал, «Вы солгали нам?» И они отклонили заявку. Судья посмотрел на меня и спросил, «Господин Зария, что вы делали вчера?» Дело в том, что мой суд был в понедельник. Я ответил ему, «Вчера я ввел прославление в церкви». И он спросил, «Как вы это делали?» И я сказал ему, что я читал 95-й Псалом. А он спросил, «А что говорит Псалом 95?» И все в суде открыли Библию и все читали Псалом 95. «Воспойте Господу песнь, воспойте Господу песнь новую, провозглашайте спасение Его». И произошло чудо. Он сказал мне, «Вам разрешено остаться в Англии». На протяжении долгого времени я верил лжи об Израиле, об этой стране, о еврейском народе. Я стал читать Библию сначала, и через это изучение Бог дал мне любовь к еврейскому народу. Потому что Бог Авраама, Исаака и Якова, Машия Хешуа, спас мою жизнь. Он изменил мою жизнь. Я тот, кто за Израиль.